и здравия соратники и это второе видео о пути о дворце великанов я сделал первое видео во время своего первого визита в бангладеш не то не то качество съемок было но тем не менее те кто смотрел те кто давно на канале цельнозор знают о чем речь это комплекс большой как они говорят храмовый комплекс конечно же это чушь вот здесь вот 3d компьютерная симуляция этого модуляции неважно мы видим тут комплекса зданий которые явно построены не местными и не по современным технологиям да они из кирпича но там существуют технологии которые мы и сегодня вряд ли их можем повторить и об этом мы сегодня поговорим поподробнее и так сели поудобнее сделали чайку кофейку и поехали пути это комплекс в бангладеш тот самый на дворец которым высота потолков 8 метров и которые нельзя такую высоту потолков объяснить чем-либо кроме того что там должны были жить люди которые но немножко выше чем мы по росту да и не только по росту и в общем то сейчас я покажу вам более подробные съемки именно детали как я люблю снимать именно детали которые объясняют многое если не все вот съемки с квадрокоптера а я покажу детали внизу таких вот сооружений которые говорят что для того что просто помолиться вот это храм чтобы помолиться там дворец построили английские колонизаторы которые пришли для того чтобы просто выкачать все ресурсы страны ну почему-то как-то вот по ходе незаметно начали строить огромные гигантские дворцы по всей индии по всей азии сами того не понимаю такое ощущение что они не военных туда посылали исключительно инженеров и строителей и никого совсем ни разу не расстреливали кстати вот из-за подозреваю инфразвука там любят быть разные мышки летучие скажем так и вот такую красоту строили почему-то прям по соседству с колонизаторами индусы чтобы исключительно помолиться вот другого места отключения нашли кроме как рядом с храмов но для меня это очевидно что это единый комплекс и вот эти сооружения которые находятся там рядом это вот уже мои съемки пошли на вот коллеги наши со всех стран из россии из канады вот канадец идет несмотря на сложную к видную обстановку мы смогли вырваться туда для того чтобы посмотреть на этот замечательный дворец там очень много интересного например вот эти вот колонны и вверх вверх понятно это фрактальные сооружения которые закручивают эфир своей формой вот это все когда-то светилось вот эти верхушки колонн они железные обращаем внимание наверху это сделано из железа каким образом нужно было лить это я явно не ковать это литое все где соответственно такие производственные мощности чтобы вот отлить вот эти верхушки колонн зачем эти верхушки колонн вот пироги с котятами мы снова в пути яс и мы до дадут и да 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 привет пошли смотреть собственно поэтому из-за качества звука я и убрал весь оригинальный звук поэтому показывают только видео очень шумно там несмотря на то что народу мало удивительно мало обычно кишмяк кишит просто цыган вот реально еще хуже чем еще громче чем цыган местных полно вот тут удивительно кстати сооружение огромные затраты на строительство это искусственных водоем это искусственный водоем естественных озер квадратной формы я чего-то не встречал и допустить вероятность что это все построили англичане я просто не могу если допустить вероятность что это построили местные для того чтобы помолиться вот эти вот все вещи которые я называю трансформаторные подстанции которые хорошо показаны еще в первой части кто не смотрел смотрим пути о дворец великанов ролик был на ютубе и теперь есть только на на сайте и в телеграме смотрим там очень хорошие съемки но сейчас я постараюсь тоже показать те детали которые не показал в первой части именно то что недопоказал я постараюсь показать детальнее а именно это кирпичная готика бангладыш вот это все сделано из кирпича удивительного качества простояла как они говорят а вот амфилада зачем-то сделано амфилада зачем это нужно для помолиться ну я-то понимаю что это для того чтобы стоячие волны переходили одно в другое как трансформатор усиливали резонировали и так далее там внутри великолепная акустика каким образом сделали вот эти вот узорчики кирпичные почти каждый кирпич уникален какие нужны технологии потому что нужно несколько дней чтобы кирпич просто обрел форму такого цвета кирпичей сейчас не делается потому что если это на обжигать ну условно углем то кирпич будет темнее если газом то светлее но опять же нужна очень сложная технология температурные режимы особенные чтобы кирпичи приобрели такую прочность и самое главное как сделать так чтобы вот эти вот все узоры сохранились при обжиге сейчас это ну почти нереально я глубоко не специалист но полагаю что это непросто сделать так чтобы кирпич приобрел такие формы внутри великолепная акустика эхо просто не передать сейчас попробую показать классная и вибрации я думаю были основой той технологии которую мы использовали потому что вибрации они немножко будоражит эфир и эфир выдает энергию на современный уровень если плотность атмосферы немножко выше чем сейчас а по некоторым данным это в минимум два раза была выше плотность потому что очень много атмосферы очень много кислорода сгорело и кислорода было минимум 30 процентов они 18 как сейчас то все становится реально если еще добавить туда красную ртуть наверх то все это объяснимо даже вот эти вот штучки кольца которые там вбиты это все части технологии всего того что было скажем так энергетической инфраструктуры климат был мягкий отапливать ничего не нужно было но освещение и оборона были необходимы еще раз повторяю каким образом они сделали вот этих вот животинок нарисовали эти цветочки эти филигранные тончайшие цветочки там каждый лепесток буквально виден на некоторых композициях там такое пение что как будто вот каким-то скальпелем вырезали пинцетиком выправляли и так и это все простояло под дождями сотни лет это не вчера сделано наверху какие-то изоляторы похоже на изоляторы высоковольтные но такое ощущение что наверху было что-то еще где была собственно самый смак некая красная жидкость на мой взгляд вот по зачем-то поставили сбоку приварили эту железку неродную ну а дальше идет каскад один шарик второй чуть больше то есть ну волна каскад волна усиливающих резонирующих скажем так сигналов тут тоже что-то было и это все убрали вот ниже то что не представляет никакой ценности почему-то оставили а сверху вот самый смак убрали у нас так называемых храмах так называемых православных тоже поменяли все кресты это что в было в яблоке естественно выкачали убрали потому что это огромная ценность это красное золото то что называли красным золотом это либо порошок либо полу порошок такая вязкая жидкость вот мы уже пришли к другому храму немножечко я поснимал который за собственно дворцом и тут говорят что каждый каждая фреска это элемент какой-то махабхараты я сомневаюсь в этом но то что показано какие-то моменты жизни возможно аборигенов до потопа это факт каждая фреска уникальна каким образом сделать вот это вот поставить на поток уникальных фресок так чтобы за получается каждую фреску нужно обжечь это что получается мам маленькие тигели это получается проблем с энергией у людей абсолютно не было в то время они не знали что такое цена на энергию понятно что это было не электроэнергия в нашем понимании но без какого-то индивидуального потока и с нашим подходом что все экономить и все имеет свою цену такое не сделать эти люди не имели нашего представления об экономике у них была другая экономика мне кажется у них не было проблем с ресурсами несмотря на то что это было сделано из кирпича то есть в межпотопное время между первым нашествием и вторым потому что по моей информации до первого потопа такой хренью ерундой как кирпичами мы не занимались был мрамор гранит и прочее но более солидные скажем так и прочные долговечные материалы и там тоже такие филигранные моменты были которые сейчас на 3d танках на станках не сделаешь но технология по-моему одинаково просто на гранит на мрамор и прочие материалы нужно чуть больше энергии потом мы лепили из того что было чтобы восстановить энергетику восстановить экономику и было где жить людям а то что это называемый храм как и наши храмы элемент энергетики и не только это и связи и общение просто все было красиво поэтому я сомневаюсь что вот такие прекрасные сооружения купольные а все сооружения были купольные потому что энергия шла через купол усилилась резонировалась я полагаю что это было неспроста все было красиво и я не могу поверить что для того чтобы помолиться красоту делали а сами жили в бараках нет просто наши бараки были созданы чуть позже именно для жизни а некоторые сооружения вот типа таких были построены раньше ну на сегодня достаточно и до новых встреч увидимся в части 2 этого видео во второй части будет тоже много чего интересного добра соратники